15 ноября самая вероятная дата очередных президентских выборов в Беларуси, то есть до активной фазы избирательной кампании с выдвижением кандидатов, сбором подписей, формированием предвыборных фондов, избиркомов и агитаций остается всего полгода. В политике это минимальный срок, чтобы сопоставить шансы и амбиции, собрать команду, подтянуть союзников и главное предложить обществу стоящую альтернативу. Для внешних сил это своеобразный рубикон, когда из возможных сценариев выбирает главное и начинает действовать. Основные партии традиционно играют элитарии России, Евросоюза и США. Безусловно, не напрямую, а через своих лоббистов, протежей или, как сейчас модно говорить, агентов влияния. Власть на всех уровнях заявляла и заявляет, белорусские выборы проводятся для белорусов и Беларуси. Это касается предстоящей кампании. Однако новый статус официального Минска, как точки сборки миротворческих усилий для Украины, Нагорного Карабаха и первой столицы Евразийского экономического союза, уже повысил ставки. Предстоящие выборы, желаем мы того или нет, уже фактор политической стабильности не только Беларуси, но и большинства инициатив на континенте. От восточного партнерства и СНГ до примирения на Украине и сворачивания гонки вооружений. А фактически новой холодной войны. Выстоит Минск, выстоят и правила политической игры в регионе, заявляют аналитики. Мнение собрал наш политический обозреватель Андрей Кривошеев. Выборы это не спринт, а марафон. В современном мире еще и гонка с препятствиями, где каждый новый барьер испытывает на прочность общество и всю государственную систему. Стоит дрогнуть одному элементу, трясти начинает не только страну, но и все завязанные на нее интересы. От финансов и логистики до энергетики и безопасности. Примеров множество. Греция, победа радикальных левых уже месяц, лихорадит еврозону и стабильность общей валюты. В Британии и Франции парламентский успех националистов поставил под вопрос всю бюрократическую махину Евросоюза. Евроскептики готовы запустить новый парад суверенитетов. На этот раз от Брюсселя. Украинская трагедия грозит новой гонкой вооружений и новой холодной войной. Американские танки в Прибалтике и выход России из договора об обычных вооружениях в Европе. Плюс санкции. Сильнейшие за два десятилетия заморозки в отношениях сверхдержав. Давление и соперничество есть и будут. Но они не перейдут в вооруженный конфликт между США и Россией. Ведь победителей в таком конфликте не будет. Пострадают жизненные интересы обоих блоков. Мы впервые настолько нуждаемся в стабильности и впервые так рискуем социальным и экономическим будущим планеты. Беларусь, где уже дважды в формате Евросоюз-Евразийский союз и в формате Нормандской четверки склеивали Европу, уникальный пример торжества прагматизма и дипломатии. Рискнут ли им в ближайшие полгода, как рискнули в Украине? Спрашиваем у блестящего австрийского политолога и социолога Кристиана Херпфера. Профессор, вскоре в Беларуси пройдут президентские выборы. Это достаточно нервный период в развитии любой страны. Стоит ли нам ждать от партнеров сюрпризов? Репутация Беларуси в мире стремительно улучшается. У вас есть успешный многолетний опыт отражения нападок и технологий смены режима, особенно в период выборов. Многие страны хотели прорвать защиту, но вы выстояли. Сейчас ситуация объективно лучше. Давление на Беларусь снижается, снимаются барьеры и санкции. Если в переговорах по Украине будет хотя бы минимальный прогресс, отношение поменяется еще быстрее. Исчезнет информационная паранойя и напряжение, связанное с президентской кампанией. Выборы станут не вызовом, а точкой сборки. Они подтвердят, что вас уважают в мире, усилят вашу репутацию миротворца и реального дипломатического центра. Тогда все прочие политические противоречия будут решаться более рационально. И, надеюсь, чуть быстрее. Да, вы сможете использовать политический успех для укрепления своих позиций на мировой арене. Если явных внешних противников не станет, будет намного проще вести модернизацию страны. А отношения к президенту Лукашенко, существующие у некоторых политиков, предубеждения против него лично, отойдут на второй план. Мир поймет, что это ваше дело, как руководить своей страной, как лучше развивать ее и каким образом обеспечить Беларуси успешное будущее. Последняя оговорка профессора Херпфера далеко не случайна. За десятилетия в евроатлантических структурах выросла целая плеяда хронических критиков Беларуси. Сегодня они никуда не исчезли, просто переключились на Россию. Но от инерции и подковерной возни накануне выборов Беларусь, увы, не застрахована. Пытаться внешними воздействиями расшатать ту экономическую, социальную, конечно же, в свою очередь, и практически политическую стабильность, это просто нежелание видеть очевидно. При объективном подходе к тому курсу, который проводит Беларусь, в том числе и в направлении взаимодействия и сотрудничества с Европейским Союзом, в формате парламентской ассамблеи, Совета Европы и так далее, он правильный. Наравнее с наращиванием темпов этого курса, соответственно, и увеличивается значение Республики Беларусь. Член ПАСЭ от Союзной Армении Тигран Уриханян уже на ближайшей сессии ассамблеи обещает лично поддержать объективный взгляд на Беларусь. Объективности ждут и от докладчика ПАСЭ итальянца Андрея Регони. Никакие указывающие персты извне не будут иметь негативного влияния. Что ж, попытки расшатать, я думаю, будут всегда. С этим надо бороться. Главное, чтобы народ Республики Беларусь был доволен своим выбором, в том числе и выбором президента. Есть ли в Беларуси силы, способные расшатать систему за оставшиеся полгода? Даже самые радикальные запоненты власти в это не верят. Традиционный сценарий «Площадь беспорядки» называют безумием. Отвечать за провокации придется не только перед законом, но и перед обществом, готовым отстаивать стабильность. Еще сложнее с лидерами и позитивной повесткой. Договорились до того, что вместо полноценных кандидатов выставят невнятных спикеров. Модное слово наблюдатели оценили просто. Оппозиция сливает выборы. Такое бороть дело многие из политизированной публики воспринимают категорично. Оппозиция де априори делает грядущую избирательную кампанию проходной формальной. Грубо говоря, сливает. Добавлю, вопрос единого кандидата от всей оппозиции перегорел сам по себе. Идея во многом теряет актуальность, когда нет цели победить. Или как минимум забацать впечатляющую площадь. Еще жестче о шансах спикеров в народной воле. Один заголовок чего стоит. На арене клоуны. Если так пойдет и дальше, власти придется защищать последних не только от зрителей общества, но и от бывших партнеров по арене. Политтехнологов, спонсоров и журналистов. Лидеры оппозиционных партий, движений и инициатив так рьяно боролись за формат и процедуру выборов единого кандидата, так серьезно подходили к формулировкам резолюций и пресс-релизов, что заболтали проблему на корню. Если на арену выйдут клоуны, то шансов не будет. И боюсь, что у этой оппозиции не будет уже никогда. У Беларуси есть негативный опыт, когда национальные выборы омрачались интернациональным вмешательством. Но сегодня у партнеров, похоже, есть осознание и ущербности ставок на зеро, политических неудачников, и ценности белорусского суверенитета. Главным стоп-краном для внешних игроков становится прагматизм. Второй Украины Европа просто не выдержит. Благожелательный диалог. Конечно, он будет способствовать, я думаю, пониманию, взаимодействию и уважению друг к другу. Я думаю, что страны определились, многие страны, с тем, что мы действительно искренне желаем в первую очередь рассчитывать на свои силы. Мы действительно при всем том давлении внешнем стараемся сохранить нашу независимость. И я уверен, что нас за это уважают. Ключевой вопрос сегодня, как не растерять это взаимное уважение и доверие до финала избирательной кампании года, чтобы минский политический формат остался форматом стабильности в Европе. Сама Беларусь уже сделала для этого максимум возможного. В главном эфире Андрей Кривошеев, Александр Горбачев и Юрий Тиханович.